Всем привет! Сегодня будет очень интересное видео, интервью с Ясной, и мы будем обсуждать, что такое обида и что такое страх. Поэтому, кому интересно, оставайтесь с нами. Представляю вам Ясну, она мастер и коуч в сфере духовного развития и личностного роста. Всем привет! Сегодня мы поговорим о обиде и поговорим о страхе. На моем канале вы сможете посмотреть видео и всю информацию, которая даст Ясна, о обиде. И переходите по ссылочке ниже. На канале Ясна, Ясна Ворд, вы сможете посмотреть видео, соответственно, информацию о страхе. Да, мы решили просто с Аней, на самом деле, быть полезными вам. И в таком вот формате Аня будет не задавать те вопросы, которые вы задаете ей, а я буду стараться на них отвечать так максимально доступно и понятно, что можно ответить в таком вот режиме. И таким образом мы будем ждать от вас следующих вопросов и будем с удовольствием на них отвечать. Поэтому обязательно под этим видео внизу пишите ваши вопросы, мы их будем разбирать. И раз в неделю планируем выпускать такое видео. Да, будем выбирать самые актуальные, больше всего задающиеся и те, что со смыслом, действительно, ответы на которых принесут пользу многим. Так работает групповая синергия. Спросил один, а ответ пригодился всем. Ну и так приступим. Итак, что же такое обида и как от нее избавиться? Что такое обида? Что она собой представляет? А во втором, второй вопрос мы разберем следом, что с ней делать и как от нее избавиться. Обида — это эмоция, это негативная эмоция. Мы как люди, человеческие существа, имеем эмоциональный, скажем так, эмоциональный фон. И наш эмоциональный фон на самом деле напрямую связан с нашей иммунной системой, напрямую связан с химическими процессами, которые происходят в нашем организме. И это как бы имеет такой вход с двух сторон. С одной стороны, когда мы испытываем определенное эмоциональное состояние, биохимия нашего организма меняется, и она влияет потом на нашу физику. Именно на основе этого была и создана наука психосоматика. Если кто-то о ней не знает, я скажу, что это такое. И потом даже дадим какие-нибудь полезные материалы, чтобы просветиться в этой теме. Потому что это вот есть такие базовые знания, которые в школе не учат, но их нужно понимать, если хотите жить здоровой, счастливой жизнью и как-то управлять теми процессами, которые с вами происходят. Так вот, точно так же и наши определенные физические состояния, например, недостаток движения, недостаток сна, плохое питание, то есть то, что мы делаем по отношению к своей физике, точно так же имеют обратную связь, они влияют на наши психоэмоциональные состояния. Себя надо беречь, любить, кормить. Да, да, потому что мы как человек, как существо, скажем так, да, то есть мы представляем собой систему разум-тело. И вот эта система разум-тело именно таким образом и работает. То есть напрямую то, что мы испытываем на уровне наших эмоций, то, что мы думаем, то есть какие мысли как бы грузятся в нашей голове, это напрямую влияет на то, что как бы затем получает наше тело, то есть что физически вот с нашим телом потом происходит. Если, например, какие-то определенные мысли, либо реакции на окружающую среду вызвали у нас определенные эмоциональные состояния, то тут же эти эмоциональные состояния отразились на нашем теле. Пример обиды, то есть все же, например, четко могут сказать, когда вы обижаетесь, как вы чувствуете себя на уровне физического тела, вот как бы что происходит с физическим телом. Чакры. У них же семь чакр, за какую отвечает обиды, то есть где это, где она находится? Ну тут скорее как бы энергетическая система чакр, да, но тут даже можно сказать так, что на уровне нашего тела наши вот эти эмоциональные негативные состояния, они тоже любят где-то вот прятаться, оседать. И вот это прям связано. В определенных местах любят обида оседать, в определенных местах чувство вины. А где обида оседает? Обида оседает в горле. Смотрите, народная мудрость, она же не просто так... Уже плакать хочется вот здесь, вот в горле. Да, ком в горле. Смотрите, народная мудрость, она же не просто так, как бы какие-то такие, ну, в новокридском языке стали выразы, или там, ну, какие-то вот выражения создала. Это как раз было связано с тем, что определенная эмоция застреет в теле в определенном месте, и тогда вот она действительно тогда перекрывает движение энергии. Потому что эмоции являются тем самым, ну, можно сказать, топливом. Вот как бы по аналогии можно сказать, что такое вот наша система разум тела. Можно привести пример автомобиля и водителя, да. То есть вот как бы наше тело, это вот сам автомобиль, то есть железо, да. Если железо исправное, ну, то есть колеса есть в машине, как в неё, она поедет. Дальше. Наша эмоция – это топливо. Вот если топливо в баке есть, то есть в принципе мы испытываем вообще эмоциональное состояние. Машина поедет. Потом, какого плана топлива, какого качества топлива в этом баке? Правда же, всем водителям важно? И как бы имеет значение, там, что ты залил в бак? Вот. Какого уровня бензин для какой машины ты залил? Вот точно так же наши эмоции. Какие эмоции мы испытываем, чтобы наше, как бы, тело хорошо работало? Поэтому нам надо быть мерседесами и заливать в себя только положительные эмоции. Да. Дальше. Водитель. Да. Если водитель есть, водитель – это, собственно говоря, наше, вот и есть наше сознание. То есть, ну, тогда будет кому водить машину, будет понятно, что кто-то будет за руль, как бы, держаться и куда-то ехать. Это наша такая часть сознания, связанная с нашими мыслями. То есть, мы нашими мыслями, мы направляем наши эмоции и наше непосредственно физическое тело. Ну, и, конечно же, если нету навигации, то есть, непонятно, карта пути, куда мы едем, или навигатора нет, который покажет нам дорогу, то мы тоже никуда не приедем. То есть, можно сколько угодно ездить, но, как бы, никуда не приехать. Вот. Или вообще, там, нарушать и разбиться по дороге. То есть, вот, как бы, вот этот навигатор или карта пути, или то, как бы, направление пути – это наш дух. Вот. И поэтому получается так, что без чего-то одного езда невозможна. И поэтому это такая аналогия, которая прямо очень наглядно на пальцах показывает, что мы есть, наличие пути или, там, навигации водителя в машине, самой машины с колесами исправны, с хорошим бензином, залитым в баке. Вот. Тогда поездка случается. Вот наше жизненное путешествие – это вот наличие всех этих факторов. Вот. И от их качества зависит качество нашей жизни, то есть, качество нашего жизненного путешествия. Я вот очень люблю использовать образы, потому что они помогают просто объяснить сложные вещи. Визуализировать, понять. Да. Ну, вот теперь возвращаемся к обиде. То есть, вот, будем использовать такую аналогию. Не очень топливо залито в нашу машинку. Вот. И, соответственно, от, как бы, вот водители тоже знают. Есть разные проблемы топлива, которые потом вызывают разные проблемы в машине. То стучит, то еще что-нибудь. Вот точно так же. То фильтр забился. Да, да, точно так же. Негативные эмоции, в данном случае негативные эмоции обиды, она вызывает действительно некий блок. Вот обида, как эмоция негативная, она вызывает блокирование энергии. Потому что разные негативные эмоции будут вызывать разное, как бы, ну, скажем так, разное воздействие на энергию. И точно так же, как и позитивные эмоции, в целом, надо понять, что эмоции напрямую связаны с энергией. То есть, они либо, наоборот, стимулируют движение энергии, либо блокируют ее, либо, ну, скажем, прижимают каким-то образом. А затем уже именно через вот это движение энергии, через эмоции, дальше меняются наши биохимические процессы в организме. И уже напрямую, это химия нашего организма, химия напрямую влияет на физику. Вот, то есть, так, как бы, это работает. То, что делает, как бы, обида, она действительно перекрывает энергию, но перекрывает ее на уровне горла. А за горло у нас отвечает, горло это у нас с точки зрения энергии, с точки зрения выражения, проявления себя. Потому что наша энергия, наша энергетическая система, это то, как мы себя вообще выражаем в мир. И вот по системе чакр, действительно, горловой центр отвечает за самовыражение, за нашу реализацию. Именно поэтому мы разговариваем, как бы, больше всего выражаем себя через голос. И это есть наш инструмент, ну, проявление, реализация себя в мире. Наш голос и наше горло, это наш инструмент проявления себя. Соответственно, если обида является блокиратором, и она блокирует именно вот этот центр, то что происходит, как правило? Мы не можем себя выразить, мы не можем сказать, мы не можем как-либо вообще проявлять себя в мире. То есть, мы, нам сложно, это начинает нас блокировать. Блокировать наше самовыражение. И, соответственно, если блокируется наше самовыражение, то что? Ну, наша жизнь, там, становится не такой яркой, красочной, как минимум, да? То есть, но самое важное, что происходит в этот момент, вот считайте, это не только внешнее проявление, да, мы себя не проявляем, а это еще имеет эффект внутренний, это как скороварка. Вот если в скороварке... Точно. ...крышечка... ...то взрывается. ...конечно, то взрывается. Вот, и поэтому обида имеет вот такой эффект, она блокирует, и нету ни движения наружу, то есть мы себя не выражаем, и происходит накопление этого негатива внутри. И в какой-то момент, да, человек не выдерживает, и тогда выход, получается, из обиды, вообще что с ней делать, да? Он может быть, ну, как бы негативный и позитивный, скажем так. То есть, ну, негативно это вот, либо эта скороварка взорвалась, то есть уже накоплено столько, что уже все, вот, по самое не хочу, дальше некуда. Внутреннее давление такое, что человека накрыло. Но тут тоже такой момент. Если человек сам по себе склонен все-таки выражать энергию, у него все-таки, ну, течет энергия, и просто этот блок, он долго стоял, то когда его накрыло, у него скороварка взорвется таким образом. Он устроит, вот, не знаю, там, истерику, что угодно, в общем, как бы он выразит эти эмоции, скажем так. Что-то похожее, знакомое, да, ощущаете? Есть такое? У меня есть. Я прям чувствую, что у меня оказывается скороварка работает. Да, то есть человек все-таки там такой вот склонный выражать свою энергию в внешний мир, он с болью такой, ну, как бы с тем, что когда эта скороварка взрывается, то есть осколки поранят даже окружающих, да, вот, он это выплеснет. Но проблема в том, что те люди, которые, наоборот, не склонны к, ну, выражению себя, которые склонны держать в себе, ну, экстраверты и интроверты, да, которые более интровертивны, эти люди, у них этот взрыв произойдет вовнутрь. То есть, конечно, это дальше потом, чуть ли не все, что угодно. Сосуды летят, ну, в первую очередь физика летит, сосуды летят, конечно, конечно, давление повышается, то есть, ну... Ой, так это я во мне тоже. Ну, повышенное давление, это так и есть, это как вот, это, ну, отсюда, из эффектов скороварки, то есть... Это почему вообще это видео появилось? Я ехала к Ясне, потому что у меня была вот обида на двоих людей, и я приехала, чтобы разобраться вообще, что мне с ней делать. И вот такая возникла идея, что почему я должна знать об этом одна, и мы решили поделиться с вами, вдруг вам это видео как-то пригодится, вообще, с этой информацией. Да, и это наш такой экспериментальный формат, поэтому нам нужны ваши отклики, ваша обратная связь, глазути лайками, да, и мы будем знать, да, что как бы это вам нужно, это работает, и мы будем с Аней не просто вести светскую беседу... А вас подключать, вас. Да, да, да. Так что пишите. А как бы делиться с миром, делать свой вклад в мир. То есть вы поняли, да, то есть экстравертивные люди устроят как бы проблему окружающим, интровертирные люди устроят проблему себе. То есть и эта проблема серьёзная, потому что, в первую очередь, это здоровье. То есть это удар по здоровью, в первую очередь. Ну и да, конечно, это может переходить в более тяжёлое состояние. Типа депрессия – это просто другого вида негативная эмоция, из которой уже, ну, человека сложнее выковырять, скажем так, потому что обида – это всего лишь блок энергетический, например, да, а депрессия – это уже, то есть достаточно устойчивое такое состояние дна. Человеку нужен какой-то внешний толчок, он как бы закукливаться, он склонен к депрессии, склонен как бы вообще прекращать контакты любые с внешним миром и как бы закрываться, закукливаться там, засыпать, условно говоря. Вот можно так сказать. То есть энергетическое сворачивание. Вот если обида – это блок, это как вот, ну, вот как плотина, которая перерождает реке энергии путь, вот, и тогда река или порвёт эту плотину, да, то есть или нужно с этим что-то делать, вот, то депрессия – это уже как бы болото, то есть там, где всё, плотина со всех сторон, и в воде некуда течь, и всё, она начинает там цвести, вот, цвести, и жизнь не пропадает. То есть это как бы такое затухание жизни, скажем так. Вот, и теперь вопрос второй, то есть на самом деле это мы как бы разобрались, что с этим делать. Здесь как избавиться от этого состояния. Да, да. Здесь очень важный момент, почему мы так долго разбирались, что такое обиды вообще, то что такое эмоции, вот, и зачем хорошее качество бензина в нашем жизненном путешествии, то есть зачем нам нужны хорошие эмоции. Потому что в первую очередь, вот, даже по аналогии, да, то есть у нас, ну, топливо важно, ну, как бы управляет тем, какое топливо всё-таки заправить в свою машинку, всё-таки водитель, скажем так, да. Сознание. Сознание, конечно. Поэтому тонко управляет, ну, более плотным, скажем так. И поэтому получается так, что первое, что нам нужно, чтобы избавиться от обиды, это осознать, то есть фактически понять, что это такое, как это работает. И когда мы понимаем этот механизм, как это работает, тогда мы можем освободиться от, ну, скажем так, можем открыть скороварку, открыть у неё крышку. То есть мы можем освободиться от вот этой такой хватки необходимости присутствовать в этой эмоциональной реакции. И поэтому в первую очередь нам важно разобраться, осознать и понять. Второй момент тоже очень важный. Нам нужно помочь физически телу это выпустить, этот блок. То есть, понимаете, одно из другого не работает. Да. И здесь существуют специальные, достаточно простые техники для физического тела, а очень хорошо совмещать эти техники. Я люблю, вот, делюсь на своих занятиях и в ретритах, я делюсь теми техниками, подбираю их, которые сразу работают на всех уровнях. На уровне тела, работают с эмоциями, работают с сознанием через определённые медитативные состояния. Вот, и помогают таким образом нам сразу на всех уровнях убирать лишнее напряжение. Потому что блокировка энергии сразу создаёт напряжение. И поэтому техника ключ. Вот у Ванечки даже есть на канале. Есть на канале, поэтому я оставляю ссылочку. Или внизу, смотрите, где-то тут будет ссылочка. Обязательно переходите, очень помогает. Да, то есть это фактически, мы уже помним, да, вот, и что такое психосоматика, как наука. Это как раз связь психо и соматики. Соматика – это тело, психо, ну, это вот… Почему мужчины ходят на бокс? Ну, то есть, они, да, эмоционально, вот, все свои эмоции, они выплёскивают на груши. Да, да, ну, или, как бы, почему они используют алкоголь. Точно так же, но только это нехороший инструмент для, как бы, эмоционального освобождения. То есть, он, ну, как бы, на самом деле, псевдоинструмент. Мужчины ходите в спортзал, а алкоголь зло? Потому что, на самом деле, для мужчины показано движение, и для мужского организма движение вообще, ну, просто в любых проявлениях – это, ну, просто обязательно и необходимо. Вот, потому что, если мужчина не двигается достаточно, вот, он буквально физически не двигается достаточно, то есть он закисает, и он теряет качество своей мужской энергии. Вот мужчине, чтобы его мужская энергия текла хорошо, потому что суть мужской энергии – это движение. Ему важно двигать свои мозги, ему важно двигать своё тело, как бы двигать свои эмоции, то есть, и поэтому, вот, любые двигательные, скажем так, практики для мужчин очень показаны. И тогда и дела движутся. Мужчины берёте на плечо, как барашка, свою жену, и в постели – это тоже движение. Конечно, потому что, что такое секс? Это крутая, крутейшая практика, потому что здесь задействованы эмоции, ну, когда это настоящий, действительно такой вот секс с любимой женщиной, то есть, или с любимым мужчиной, то есть, почему это важно? Потому что, почему-то, да, это становится сакральными и священными, и, как бы, есть много техник, которые, или, скажем, практик, которые изучали, как это работает, и обучают пары, как использовать вообще этот инструмент, скажем так. Потому что, когда люди любят друг друга, тогда они между собой контактируют, не только физически, они контактируют душами, они контактируют на всем уровне. У них энергия. Конечно. И тогда обмен... На том, дополняют друг друга. Да, и тогда обмен энергии происходит на всех уровнях. И на физическом, и на эмоциональном, и на ментальном, и на духовном. Все чакры работают в этом энергообмене. И тогда получается не просто физический оргазм, который является только вот такой маленькой частью. Конечно, большого, настоящего оргазма, когда в этом процессе участвуют и душа, и тело, и дух, и когда это заряжает. Вы когда-то рассказывали, что на ретрите, по-моему, на Кипре, благословенной земле Афродиты, мы обсуждали, и вы рассказывали, что если вот все настолько сакрально, когда мужчина и женщина любят друг друга, то оргазм происходит так, что аж Вселенная содрогается. Мне так это запомнилось? Да, конечно, конечно. Потому что, по большому счёту, это огромный, это самая мощная энергия во Вселенной, это энергия соединения, это и есть сексуальная энергия. Видите, как мы от обиды к сексу перешли. Да, то есть, о чём это говорит, Анна? Это говорит о том, что много женщин, которые обижены из-за недостатка или некачественного вообще... Внимание и секса. В общем, мужчины, если вы смотрите, вы поняли, да, что делать надо. Да, обида снимается очень хорошо. Ещё был вопрос от подписчицы. Она написала, что обида – это от гордыни. Тут скорее про связь от гордыни и обиды я бы сказала по-другому. Дело не в гордыни как таковой, а дело в том, в наших ожиданиях. В основном, обиды, которые происходят, они происходят от неоправданных ожиданий. То есть, когда мы ожидаем от других людей или от ситуации чего-то, чего мы там сами себе нарисовали, а уж как бы ожидать мы можем из гордыни, из чего угодно, скажем так. То есть, это уже там отдельный спектр. Но вот эти самые наши ожидания, они создают потом, в первую очередь, такие, особенно в отношениях, они создают потом вот такие негативные эмоции, в первую очередь, как обида. То есть, мы сами виноваты. Ну, здесь получается… Мы ожидаем от людей больше, чем они готовы дать. Да, да, да. То есть, как бы, на самом деле, вот этот постулат не в том, что мы сами виноваты. Вот я не люблю, как бы, тут вообще… Винить себя не надо. Слово-выражение, да, виноваты. Тут нужно понять, что мы центр вселенной, условно говоря, да, своей собственной. И поэтому, вот, как бы, куда водитель, условно говоря, машину повёл, туда она и поехала. Вот. Соответственно, тут нужно просто понять, что мы формируем вообще всё, что происходит в нашей жизни. И это очень важный момент. Его не так просто, ну, в общем, осознать до конца. Но нам очень важно вот всё-таки стараться это осознать. И здесь есть такая, ну, как бы, ну, такой инструмент, который помогает лучше это осознать и усвоить, да. То есть, есть много людей, которые говорят, ну, почему вот, как бы, я же вот обстоятельства, они же вот такие, вот они сильнее меня. Нет, ну, как бы, тут мы создаём обстоятельства. Вольно, невольно, осознанно, неосознанно. И самое главное, что в большинстве случаев неосознанно. Ну, то есть, а это значит тогда, когда, да, водитель, он, ну, едет на ощупь. Закрытили глазами. Да, и создаёт аварии. Ну, то есть, создаёт определённое, потому что у него нет связи с навигацией, с картой, с духом связи нет. Вот, как бы, а просто мысли, они же, как бы, могут скакать куда угодно, если нету. Поэтому духовное развитие нам в помощь. Да, конечно, потому что это наша навигация, тогда мы можем двигаться осознанно, то есть, тогда у нас есть определённое, можем видеть карту, можем создавать эту карту, выбирать направление, куда мы едем, в конце концов, и ехать безопасно. Вот мы и разобрали, что такое обида, и как с ней бороться. Надеюсь, такое видео вам пригодилось. Не забывайте оставлять свои комментарии ниже. И сейчас Ясно на другом канале, Ясно Ворд, ответит на вопрос, что такое страх, и как его побороться. Ставьте ваши лайки, покажите нам, что вам нужно, то, что мы делаем. Для нас это важно, нам важна обратная связь, и тогда мы будем это делать на регулярной основе. Намасте!